Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. 20 лет люди мучились, 20 лет над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят. Я не говорю, что учиться детям негде было. Шло ополячивание, полонизация этой части Беларусь. Мы не могли с этим смириться. Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет. На долгие 20 лет свыше 4 миллионов человек, проживающих на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру, да и просто белорусами зваться. Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную Армию как освободительницу. Со слезами на глазах мы защищали в 1939-м свою землю, мы воссоединились и белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. Встает второй вопрос к полякам. Чего же вы в 1939 году не защитили свои исконно польские земли? Почему за две недели сдали всю Польшу до Гродно и Бреста? За две недели почему вы не умирали там, если это ваша земля? И в августе-сентябре прошлого года, когда в острый период, развязанный против нас, гибридные агрессии, белорусы отстояли свою независимость. Мы, настоящие белорусы, не дали повторить блиц-крик сороковых годов прошлого тысячелетия, столетия. Но мы никогда не позволим героизировать бурых и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из-за бытия. Кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию. Помните, белорусы, это главный праздник, который мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать. Не было бы этого праздника, не было бы страны и не было бы нас.